Туя колоновильная колумна, двухлетка, обзор Здравствуйте, уважаемые друзья, сегодня мы будем делать обзор Туи двухлетки Туи двухлетки колоновильной колумны В конце ролика я покажу, как нужно сажать ее и как нужно сохранить при посадке в зиму Так что досмотрите ролик до конца, ну желательно, кто заинтересован вырастить растение Действительно осень, восенняя посадка, я считаю, это лучшее время для посадки Ну что, как говорил Остап Бендер, пойдемте за крома, мамаша Тут у нас идет рассадка, прикоп Ну да, она 10 сантиметров 10-12 сантиметров Потом она довольно хорошо приживается Берем от первого горня, считаем 18 сантиметров Хотите? Хотите такое? В описании будет ссылка на нее, на товар Пожалуйста, берите, покупайте, заказывайте Сейчас еще не поздно, особенно южные регионы Но южные регионы, я думаю, справляются с ней более лучше, чем северные А для северных регионов я покажу, что нужно сделать, чтобы она у вас выжила в зиму и весной Прекрасно себя чувствовала Но это будет в конце ролика А сейчас посмотрим, как ее рост Сейчас мы пройдем и посмотрим Трехлетку, четырехлетку, пятилетку и семилетку Итак, вот мы сейчас пошли смотреть рост И вот у нас холодовинная двухлетка И вот у нас идет трехлетка Трехлетка, видите? Если такую посадить, будет примерно вот такая вот через год Вот такая вот через год Это уже, ну по моим показателям 37 сантиметров Если это у нас идет 18, это 37 Считайте в два раза В два раза, ну там выше есть экземпляры Я не говорю, что я взял просто средний Средний вариант, и поэтому Сами понимаете Корневая, вы можете видеть Так можно ходить с ней Она мокрая, не сухая Никогда она не пропадет Не надо выдумывать, что Что-то с ней случится Пока ей главное не дать пересохнуть Сейчас мы обмагнем ее в воду, да и все Ну теперь пойдемте Трехлетку мы увидели Пойдемте вперед Ну теперь мы пришли к четырехлетке Сами понимаете Двухлетка через два года Будет примерно Вот такой Это у нас уже 47 сантиметров Но если этот саженец через два года посадить Он не будет 47 сантиметров Он будет больше Однозначно это я уверен Сантиметров 50 с лишним Это сажался скорее всего поменьше Чем вот этот двухлетка То есть вы видите Вот корневая тоже очень мощная Чтобы загубить ее Надо очень постараться Очень постараться Уважаемые подписчики И зрители Пожалуйста И что делаем Полив и полив Больше ничего Никаких удобрений мы не применяем Я сразу говорю Вопросы по удобрениям Сразу можете не задавать Потому что Никаких удобрений Мы не применяем Господа Да В осень Она холода Она чуть-чуть цвет поменяет Но потом Когда она взрослая Она цвет практически не меняет Ну теперь пойдемте к пятилетке Ну опять у нас Двухлетка И пятилетка Семьдесят три сантиметра Видите да Соответственно Когда Люди покупают Двухлетку И трехлетку И четырехлетку Они выбирают Самый крупный Нам остается Четырехлетка Самая маленькая У четырехлетка Самая маленькая Тут была рассажена И в этом году Она дала Где-то примерно Сантиметров Ну тридцать точно Тойя Коломна Самая неприхотливая И самая Я считаю Лучшая Из западных Тузии Колоновидных Которая Будет приживаться И расти В нашем регионе И вообще По всей стране Она до 45 градусов Выдерживает морозы Ветра не боится В отличии от Смарагда Который может обгореть Одной стороной И потом Очень долго Восстанавливаться Ветра холодного Я имею в виду И солнце Ну Сейчас можно Увидеть Вот У нас Здесь Увидим У нас колонна Тоже стоит Семилетнего Возраста Уже Но Эта колонна Не стрижена Эта колонна Не стрижена Поэтому Семилетнего Она Пересаживает Мы пересаживаем Каждый год Так что проблем С этим Нет А вот Эта Стриженая Можно видеть Ее Стриженая И то Я уже Запоздал Три раза ее Постригал В этом году За это лето И вот уже Прирост Видите Буквально Недели три назад Последний раз Постригал Она была Идеально Конусная Колоновидная Ну Там Вдалеке Вы можете видеть Туи большие По которым Действительно По 22 года Вы видите Да Как они стоят В диаметре Они Внизу Итак Уважаемые друзья Ну Как и обещал В конце видео Я сейчас Хочу показать Как рассаживать Тую В зиму Вот Вам пришла Туя Мы обычно Упаковка Есть на нашем Канале Вы можете Это видеть Вам пришла Туя Вы ее достали Из коробки Если она Мягкая То не надо Макать ее В воду Она Скорее всего Будет мягкая Девять дней Идет до людей Я знаю Однозначно Приходит мягкая Но они все равно Вставят воду Она у них Отмакает Вот так Вот То есть По Держу Стаканчики Или где Чтобы туда Водичка Там На полчаса И все А теперь Перейдем к самой Посадке В зиму Желательно Посадить ее В грядку И потеплить Вот такая Тепличка У нас Длинная Вам там Придет Например Вы заказали 50 100 штук Вам просто Надо будет сделать Вот такой Вот Там Доска Здесь Доска Здесь Доска Полностью Затисок сделать Вы видите какой ветер сейчас Я просто Даже если меня плохо слышно Я приношу извинения за звук Ну итак Начнем Вот Земля Обычная Не Вы думаете Там Что-то Хотя Мы Используем И Хвойный Опат Но он За лето Ушел Здесь Росла Делка У нас Сейчас Будем Сажать Земля Сыроватая Вот Я Распаковываю 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 Сажаем Сажаем По Корневую Шейку Придавливаем Хорошо Всё Она стоит Отступаем Сантиметр Десять Сажаем Ну и Это Для тех Кто Там Немного Заказал Для тех кто Много Конечно Надо Повышать Теневик И Всё Здесь У нас Пустишь Рассадим Вот Так Она Рассаживает В Принципе Проблем Никаких Нет Да Песка Тут Много Не Потому Что Много Потому Что Я Так На На Я Не Думал Так Много Песка Там Сейчас Перекопал Вижу Что Песка Хватает Вот Так И Пошли Сюда В эту сторону Так Пошли На Каком Расстоянии Примерно 10 Сантиметров Держите До Осени До Следующих В этом Дневике Открываете Поливаете Следите За ней Но Она Видна Что Она Видна Вот Пожалуйста Ну И Так Дальше До Туда Конечно Дойдете Ну Где-то Так Я Рассаживаю Всегда Так Так Присыпали Потому Что Когда Начнете Поливать Земля Сядет Однозначно Это Мы Это Мы Сажаем В зиму Учтите Цвет Она Поменяет От мороза Даже Теплица Или Сделан Такой Небольшой Как Теневик В котором Можно Оставить До Весны При Копе Долго Думать Не Надо Долго Думать Надо Делаем Просто канавку Не Надо Делать В теплице у себя делаем канавку, берем ту и просто раскладываем ее раскладываем так чтобы хвоя друг другу не прикасалась так 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 это кстати очень удобный способ осадки и быстро весной когда сажаюсь через 2-3 сантиметра вот корневая вся вот она теперь просто засыпаем корневую поравняли просто присыпали корневую просто и тут чуть-чуть подобрали ее чтобы у вас хвоя не касалась земли или землю убрали но придавить корни надо обязательно набросали земли и пусть она у вас так сидит до весны ничего страшного с ней не будет единственное вам надо будет сейчас полить ее корневую саму да и главное чтобы она не касалась этой стороны земли пусть она на бок ничего страшного весной когда наступит теплая пора вырастать можете вообще 100 ее поставить если у вас в теплице то есть у вас снега не будет меня она не упадет на нее снег ну стоя проблема в том что она вы не сможете притянить ее а лежа вы возьмете бросьте кусок вот такой вот сетки подняли полили до морозов опустили теплица проветриваться должны подняли полили опустили то есть и на всю зиму когда морозы начались потом расположили сеточку все она лежит ничего с ней не будет главное с боков там до сетки прижать потому чтобы она не улетела даже она помнется ничего страшного не будет главное поливать я сдох и до холодов в теплице вину и давать проветриваться чтобы она она конечно в теплице я не думаю это называется прикол то есть если у кого-то есть теплица но на улице очень холодно и посадить невозможно помыть теперь мы переходим к самому теневику который вы должны построить на квадратный метр входит вот при такой посадке около 100 штук то есть делать квадратный метр квадратный теплицу квадратный метр это не такая большая проблема здесь у нас сбоку гидроизоляция сбоку гидроизоляция вот он сидит ставим лаги раз ну на метр это я покажу для маленького теневика вот у вас здесь уже пойдет доска и вырастаете эти 100 штук и все вам удобно поливать пропалывать то есть у вас довольно таки руки развянуты это вы снимете конечно же потом у вас останется только сетка вам удобно снять полили обратно поставили сетки накрыли притенение весной должно быть обязательно то есть и год под притенением она у вас находится потом где-то в августе вы ее откроете чтобы август дал ей солнце хорошее и у ней начнется бурный рост теперь мы просто берем закрываем сеткой ну здесь она у нас на виске не вик я показываю на квадратный метр именно сеткой чтобы она не улетела я ее сейчас прищелкну поливаете самостоятельно дождя уже не надо и здесь закрыто наступают морозы вы здесь тоже делаете гидроизоляцию или же пленку что у вас идет можно за место гидроизоляции использовать пленку но я использую гидроизоляцию потому что она меньше света пропускает а когда мороз свет и солнце ей не желательно и пленка нагревает есть тоже можно пленкой пожалуйста укрыли и то есть подняли полили распылителя или как до туда то есть вот смотрите как она уютно себя чувствует уютно ведь у нас ветер очень сильный но здесь очень ей уютно когда она прольется проливаете три дня водой очень хорошо проливаете очень хорошо проливаете до такой степени чтобы земля села потом берете корневин даете корневин ну в северных районах этого делать нежелательно уже корневин а просто пролили и до морозов проливайте и проливайте проливайте как наступит минус ночью минус днем то есть вы берете и запаковываете полностью до весны весной опять же как только теплая погода восстанавливается и этот момент главное не проспать берете опять и вы проливаете и она у вас пойдет она будет цвет поменять на коричневый но пока вы не переживайте потому что она обязательно поменяет на каю от холода после здесь тоже будет холод и земля тоже пролезли ну что вы посадили и на улице и так и надо в горшке можно посадить на подоконнике ну это уже другим специалистам я так такими вещами не занимает все вопросы по горшкам и полон интернет как как ее создать в чем в чем создать какие удобрения давать я сажаю так у меня все прекрасно выходит отпада практически не туда не практически а нет вы сажаете по-другому потом думайте почему у вас получился отпад вот это самый верный самый надежный способ проверены деть уже не одним годом хотел сказать десятилетиями но он бы она почти таки есть я говорю как есть на этом все уважаемые друзья всего доброго с вами был евгений филимонов и пестовник воин 2 удачи и и и и и и и